добрый вечер дорогие друзья еще один ролик один ролик для поисковиков и для правоохранительных органов для тех кто все-таки разыскивает кого-то начинает пропавших без вести и заканчивая тем как совершалось преступление как был например убит человек техника достаточно простая я расскажу быстро кратко и я надеюсь ею смогут воспользоваться люди достаточно здравомыслящие на чем она основана она основана на соединение эмпатийных техник и техник работы с сознанием для того чтобы войти в состояние в котором будет вестись работа необходимо расконцентрироваться необходимо войти погрузиться в себя но если вы будете работать с гипнотизером вас выведут в состояние наблюдения от решенности в данном случае это не прокатывает мы будем работать для того чтобы техника была эффективной мы будем работать через свое тело через свои чувства но к чувствам мы придем через свои ощущения и так ощущение и чувства это разные вещи гипноз и транс это как бы об одном но по-разному да и поэтому мы будем идти в транс через расконцентрацию на ощущениях и потом переходить к чувствам да так будет вестись работа и в дальнейшем информацию мы будем брать мы не выбираем канал восприятия доминирующим мы берем информацию по всем каналам одновременно по всем каналам одновременно она приходит как знание но дополнительный акцент делаем на ощущениях и на чувствах вообще да если будут видения мы тоже ими пользуемся дальше расскажу как и так для того чтобы загрузиться расконцентрируемся на стопы пятку голени бедра живот мы просто чувствуем каждую клеточку своего тела чувствуем как одежда прилегает к нашему телу поднимаемся на грудную клетку на немножко задерживаемся и дышим чувствуем как мы вдыхаем и выдыхаем воздух вдыхаем прогла прохладный выдыхаем теплый здесь можно отойти посмотреть на свое тело со стороны сознательно сознанием да и вернуться обратно итак мы входим и выходим дышим садимся дальше выходим мы не встаем с кресла мы выходим сознанием до наблюдаем за собой дышащим потом мы после того как угрузились еще глубже с каждым вдохом и выдохом и переносим внимание на кисти рук до локтя до плеча шея лицо отдельный акцент на мышцы лица мышцы лица должны расслабиться в процессе вашего наблюдения то есть честь должна отвиснуть язык прижаться к небу и если у вас удобно закинута голова то физическое зрение будет смотреть в область третьего глаза под закрытыми глазами глаза как бы откатятся туда коре головного мозга вдох выдох погружаетесь глубже и дальше и вот когда вы уже в такой расконцентрации вы представляете что вы стоите на краю скалы и падаете спиной назад вы летите в яркий белый свет вас подхватывает бог на руки и в это время этот яркий белый свет вы видите внутри своей головы в области гипофиза вспышка вы в ярком белом свете вы полностью расконцентрированы при падении у вас выделился адреналин и вы вылетели из ощущений в чувство и так в данном состоянии это мы уже в кондиции можно работать и здесь главное не зависнуть в расконцентрации вспомнить зачем вы туда пришли в этом может вам помочь напарник можете это делать сами вы представляете того человека которого вы ищете либо расследуете например которого убийство вы одеваете его руки на себя очень хорошо чувствуется там волосатенькие пухленькие и так далее одеваете руки потом одеваете лицо можно поменять местами лицо потом руки лицо одеваете лоб нос глаза уши рот и волосы да то есть вы это все чувствуете чувствуете его голову лицом очень легко чувствовать поэтому вы полностью вот это все на себя одеваете одеваете руки и потом вы притворяетесь этим человеком вы ныряете в его тело не надо бояться схватить карму ничего не схватите если вы в субъективном восприятии то есть вы творец своей реальности в вашей реальности происходит лишь что на чем вы концентрируете внимание то что вы выбираете если вы не выбираете в вашем мире это не происходит и так вы нырнули в этого человека и дальше задаете себе вопрос вот я притворился сейчас иван иванычем и вот Иван Иваныч шел домой вот он идет и вы идете вы чувствуете как он идет его тело вот здесь идут чувства чувствуете Чувствуете, чувствуется и чувствуете. И дальше Ивану Ивановичу накинули что-то на голову. Или ударили чем-то тяжелым по голове. Что слышал Иван Иванович перед этим? Были шорохи, сколько, скрип шагов. Вы задаете вопросы, и тут же, как только мысль о вопросе возникла, уже пришла информация о том, как это было. Лучше все проговаривать вслух, потому что объем оперативной памяти в этих состояниях ограничен. Это состояние глубокого сна. Вы спите. Поэтому вы говорите вслух и снимаете на камеру. Снимаете на камеру, дабы потом услышать все то, что вы говорили, все то, что вы не запомнили. Вы полностью раскладываете все свои чувства, все свои ощущения. Если у вас приходит видение при этом, вы проговариваете эти видения. Образы обрабатываются потом отдельно. Все, что идет с знаниями, четко фиксируете. Если на этом пути у вас возникают сомнения, это значит, у вас поднялись программы недоверия к себе. Недоверие в себе всегда связано с программами. Это огромный блок программ недоверия к Богу и к себе. То есть, когда вы первично отделяли Бога из себя, его надо вернуть обратно. Особенно у людей, которые до сих пор верят, ходят в церковь и любят Пасху и все остальное. У них это 100% вынесено. И вот эти программы будут включаться. Они же и страхи будут включать. Поэтому какое-то время можно держать их на периферийном зрении. То есть, вы конкретно чувствуете, что вы сомневаетесь и думаете. Анализатор включается и говорит, а здесь не так, а может вот так. А может вот так, когда такая молотилка включилась, ее на периферийное зрение и говорите, я подумаю об этом позже. Я подумаю об этом позже. Сейчас инфа. И удерживайте ее. Какое-то время удается удерживать, потом все-таки надо отработать эти программы. Надо вернуть Бога на место. В себя. И надо разобраться с собой, где вы сами в себе сомневаетесь, где вы сами себе не доверяете, где вы сами себе врете. И пошли, поехали. Это разборки с собой. То есть, все, что касается работы с информацией, это работа с собой, со своими программами. Ни с кем-то, ни с дядей Ваней. Дядя Ваня Вторичин. Вот. Итак, вы получили эмпатийно и по чувствам, и по знаниям информацию, что произошло с человеком. Если вам надо увидеть, сколько человек было, если вам надо, там на него нападали, например, если вам надо увидеть, кто это, не всматривайтесь в лица. Потому что любая попытка всмотреться в лица и увидеть образы обречена на провал. Постарайтесь видеть детали. Те детали, которые... Задайте вопрос, что уникально у этих людей, какая отличительная черта, почем я могу узнать в этой жизни человека. И у вас придет информация. И в дальнейшем, когда вы в жизни это увидите, вы четко будете знать, это он. Причем вы не просто будете знать, вы сперва почувствуете, что это он. Придет информация, и потом сработает вот этот вот знак, который вы получили во время этого сеанса. То есть это все работает невероятно. Если человек, например, пропал без вести и находится где-то в каком-то месте, и у вас начинают идти образы. Смотрите, наша файловая система устроена в сознании таким образом, в подсознании, что она опирается на наш персональный жизненный опыт. А в нашем персональном жизненном опыте есть свои картины, которые мы видели. По телевизору, в жизни, в поездках и так далее. Но именно в текущей жизни. И может так случиться, что тот дом или тот лес вы никогда не видели, где находится этот человек. И в таком случае можно применить американскую технику, когда вы разбиваете эту картину реальности. Вот у вас пошли картины, и вы не знаете, соответствует она или нет. И тогда можете разбить ее на части, на мелкие, на пазлы. Вот как картинка из пазлов, на определенное количество пазлов. И рассмотреть отдельно каждый пазл. И потом составить из пазлов новую картину. Тогда наше сознание может нарисовать относительно подобный фоторобот того места, где находится данный человек. То есть из тех обрезков, которые есть у вас в подсознании. Это достаточно трудоемкий процесс. Составлять из пазлов место реально в день занимает от 13 часов работы только на одну картинку. То есть, по сути дела, весь день с утра до вечера в загрузе вы просто занимаетесь составлением пазлов. Сложно, трудоемко, но это применяется уже в криминалистике. Я, например, такой фигней не занималась. Мне такая глубина не нужна была. И интереса не было в этом. Но данная практика мне давалась Дебра Элинкац. Это американский экстрасенс. Она хорошо освоила эту технику. У нее действительно это дело помогало в работе полиции. Но если, например, человек пропал, он находится в лесу, в болоте, почве, муравьи и так далее, вы все это можете чувствовать. Жив, мертв, вы все это можете чувствовать. Может двигаться, не может. Умер сам, умер насильственной смертью, ударили по голове или инсульт. Это все идет через ощущения. Если в моменте здесь и сейчас случается так, что вы летаете и попадаете на душу человека, и в это время идет непонятно, как будто искрение, и ощущение, что вас куда-то втягивает, всасывает и так далее, то практику надо отложить на время. Потому что в это время вы могли попасть на инкарнационный процесс, и в это время работать нельзя. Но, во всяком случае, это может быть небезопасно для вас. Вот это единственный момент, который может быть небезопасен, когда можно в инкарнацию идти вместе с человеком одновременно. То есть, если идет процесс, то вы понимаете, вот перед вами стоит электроприбор, там, телевизор. Он искрит, да, там электропородка, дуга образовалась, искрит, и вы за нее голой рукой. Ну, конечно, вас долбанет. Дайте ему отыскрить, пускай обгорит все, что там надо, потом вскроете и отремонтируете. Вот, поэтому, ну, я надеюсь, я помогла по технической части. Да, одно маленькое но. Но это но, оно реально решает результат данной практики. Информация передается вместе с энергией. Но энергия бывает разной частоты. Или, как говорят экстрасенсы, разной вибрации. Кстати, именно, вернусь назад чуть-чуть, именно экстрасенсы зачастую врут, когда называют картинки, потому что в их файловой системе отсутствуют картинки. Понимаете? Это вот к моменту составления картинки по пазлам. Очень сильно не доверяйте картинкам. Визуальный канал врет больше всего. Итак, возвращаемся вперед. Информация, которая идет вместе с энергией, она зависит от того, на какой частоте идет энергия. Если энергия идет низкочастотная, она информацию практически не содержит. Очень мало. Информация начинается по состояниям, по вибрации, от любви и выше. Но большинство людей не знает, что такое любовь. Поэтому у нас в обществе перекос. Люди думают, что любовь – это контроль, это забота, это пожрать, это трусы постирать, это жопу потереть. Это не любовь. Любовь – это чувство, и оно содержит вибрационную составляющую на уровне сердца. Не всем оно знакомо. Очень часто оно еще подменяется на секс, вообще на первую чакру. Это вообще не про это. Так вот, для того, чтобы работать с информацией, надо войти в состояние от любви и выше. Выше в любви и хорошо чувствуется радость. Каким образом вы будете себя держать в радости весь период работы? Мне особенно прикольно, как это будет в правоохранительных органах, потому что там состояние крайне низкочастотное. Но ваша задача – войти в это состояние каким бы то ни было образом, пускай коллеги помогают, и держать его на протяжении всей работы. Это должна быть искренняя детская радость. Такой «Вау!» Помните, как в детстве взрывали унитазы, там валило дым за шеей? Вот, вот это об этом. Вот в этом состоянии ведется работа внутреннего драйва. Тогда информация идет потоком. Тогда она идет легко. И поэтому за состояниями надо следить отдельно. Будете вы за них следить через воспоминания и проживание постоянно какой-то своей ситуации, через поддержку коллектива, или вы будете удерживать через отклики в теле, как натренируетесь. Вариантов здесь очень много. Это все тренировки. Это всего лишь дополнительная точка удержания внимания во время работы. Мы таких точек можем держать порядка шести одновременно. Поэтому вот у вас есть периферийное зрение, где вы держите сомнения, которые вы потом отработаете. Где-то вы еще подхватите анализатор. Где-то у вас идет состояние. И в принципе еще три как минимум у вас свободны для того, чтобы концентрироваться на той информации, которая вам нужна для работы. Наверное, все. Все, господа. Продолжение следует...